Жизнь — это цепочка маленьких случаев. Почему ты решил переехать в Россию? Чем тебя так заманили? Наши дизайнеры вообще способны задавать какой-то тренд? Способны? Способны. Это востребовано то, что делается именно в России. Хотелось бы немного поговорить о личном. Возникло взаимопротяжение. Мы женились на Красной площади по традиции, вот как вы. Главный стереотип России. Ох. Я Мария Шахова, автор проекта «Мы и они». Долгое время, работая в пиаре и журналистике, я часто слышу от россиян истории про то, что жизнь где-то там за границей лучше. Но я считаю, что это не так. Мы просто недооцениваем нашу страну. В этом проекте я разговариваю с людьми, кто родился и вырос за границей. Но в итоге выбрал жизнь здесь, в России. Константин Андрикополос. 57 лет. Грек. Последние 20 лет живет в России и занимается развитием компании «Боско Дичельеджи», которая владеет бумом. Константина считают самым позитивным и обаятельным греком, живущим в Москве. Женат на Ольге Андрикополос. Недавно получил российское гражданство. Константин, привет. Добрый вечер. Рада, что ты приехал ко мне в студию. Ты, к слову, у меня первый грек в программе. Почему ты решил переехать в Россию? Чем тебя так заманили? Ну, как называется, как говорится, жизнь – это цепочка маленьких случаев или больших случаев. Я в какой-то момент, в начале 90-х, точнее, в 94-м году, я работал не по профессии, по образованию, финансе и прочее. Я работал просто в бутике. Бутик «Кензо», авену Георга 5, Жоржа 5. И в 94-м году состоялось знакомство с Михаилом Гусировичем. Он пришел в бутик? Который пришел в бутики вместе с супругой Катериной Боисеевой. Просто как клиенты. И как... По поводу цепочки случаев. В тот день, когда пришли, изначально был мой день выходной. Я в этот день заменил коллегу, который приболел. В общем, все сошлось. Было знакомство, была первая дружба. Меня очень впечатлило, что в какой-то стране, в Европе, а нет бутиков, а предстоит их делать. А вот эти молодые люди, которые пришли как клиенты в «Кензо», у них был уже бутик «Нина Ричи». Это мне казалось просто крайне любопытно. Как некая практическая экзотика, то, что в центре Европы есть страна, где предстоит все делать. Михаил тебя уговорил поехать в Россию? Вопрос не кто и как уговорил. В жизни все проходит через протяжение. Тебя тянет, хочется, тогда совершаешь шаг. В 1995 году я приехал в Россию для открытия первого монобрендового бутика «Кензо», как уже командированный от французов. А ты помнишь свой первый приезд? Вот что-то тебя, может быть, поразило в русских? Первый приезд, ну, первый приезд, это в глубоком, ну, в 1995 году. Это, ну, все поразило, потому что мир другой. Ни кафешки, ни рестораны, все по-другому, как бы, и просторы, и люди. У меня тогда не был язык, не была даже база русского. Поэтому мне было тогда очень сильно сложно, реально сложно внедрить российского менталитета. Я смотрел во всем поверхности, как в кино. Ты знаешь, Константин, вот к слову о российском менталитете, мне кажется, у нас есть очень классная такая отличительная черта. Я не знаю, есть ли она вообще в Европе, но в России она точно есть. Здесь мы очень верим во всевозможные приметы. Наверное, ты с этим сталкивался? Да. У нас действительно своеобразный характер, и одной из отличительных его черт является страсть к суевериям. Поэтому я предлагаю сделать паузу и узнать, насколько у тебя русский характер. Я буду называть суеверие и предлагать несколько вариантов ответов. А ты, собственно, выбирай. Договорились? Хорошо. Если открываешь зонт дома, то первый вариант... Несчастье. Вообще глубокий несчастье. Выгреть все то же самое. Да? Дальше. А ты знаешь, откуда это вообще произошло? Оказывается, ну вот в России говорят, что если ты открываешь зонт дома, то ты можешь напугать домового, и он уйдет, и тогда в доме будет несчастье. Да. Вот как-то так. Окей. Если свистеть дома, то первый вариант. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот нищие без денег, все, плохо, нельзя свистеть дома. Ты все знаешь, ты практически русский. Это не применяется в Грецию. Вот мы делаем культурный уже обзор, культурные отличия. Свистеть в Греции это положено, это хорошее настроение, это знак открытости, расслабленности. Даже дома? Везде. То есть я пришла домой, посвистела, значит, все хорошо. И супруга моя, вот просто кидается, нет, не свистеть, ничего. Ну, понятно. Кстати, а ты знаешь, откуда произошла эта история? Как будто ты свистишь, ты свистишь, и приходит ветер в твой дом, и этим ветром уносит все деньги из дома. Вот как-то оттуда это пошло. Почему красиво, все связано с деньгами, скажи, вот дальше. Если подарить нож или часы, то получатель будет счастлив всю жизнь. Второй вариант. Вы поссоритесь с получателем. И третье. Вам не подарят в ответ ничего хорошего. Мы поссоримся с получателем, конечно. Смотри, ты все знаешь. Мы поссоримся с получателем. Это тоже, если я скажу, вот по поводу ножа, параллель с Грецией, я помню. Я пытаюсь, вот часы, часы нет, часы все дарят в Россию. Вот ты что? Да, но когда тебе дарят часы, ты должен дать монетку, чтобы вы наверняка не поссорились. То есть даешь монетку, и все в России связано с деньгами. Лучше принято кошелек и монеты внутри. Да. И тогда не срабатывает. А сейчас хочу я все-таки тебя спросить, вот когда ты приехал, ты вот уже начал говорить, что я приехал первый раз в 95-м году. Здесь была другая совершенно страна, и люди были другие. Вот по твоим личным ощущениям, какие это были люди, и изменились ли они сейчас, спустя 20-30 лет? Я прикасался к миру моды, не к остальным областям. И тогда было, конечно, очень ярко тянул, в 90-х, очень ярко тянули люди желание к желанию казаться. Это не быт, а вот эта настоящность европейская здесь еще не была применена. А сейчас изменилась вообще ситуация? То есть люди изменились, они сейчас больше хотят по-прежнему казаться? Или уже мы настоящие? Ну, жизнь меняется, люди созреют, Россия полностью интегрирована в мировой экономии, в мировой вкус. Тем более, последние 10 лет весь мир погружился в всемирную паутину. Там все мгновенно известно, видно, тенденция. Кстати, это то, что я очень часто говорю, я окажусь иногда в какие-то там жюри или конкурсы молодых дизайнов и прочее. Говорю, ребята, смотрите, в 90-х, в нулевых, не было вот этой информационной прозрачности. А перед тем, как что-то создать, созидательный процесс-то прекрасно. Креативность, оно должно быть бесконформизмом. Но надо учитывать то, что является тенденцией мира, то, что является актуальным в мире. И, исходя из этого, делать что-то востребованное. А как ты считаешь, молодым людям стоит идти в модную индустрию? Или, может быть, есть еще какие-то отрасли, в которых им сейчас нужно развиваться и можно развиваться, на твой взгляд? Молодые люди, которые любят, которые талантливы, которые вдохновлены, должны идти в модную индустрию. Я повторю, времена сегодняшние на этом располагаются. Do what you're good at. Делай то, в чем ты хорош. Если это есть предпринимательская жилка и хорошее понятие моды, можно и нужно этим заниматься. Наверное, в этом сейчас есть больше возможностей. Однозначно. А с точки зрения бизнеса, модного бизнеса, какие вообще возможности дает Россия, какие возможности дает Европа? Или где сложнее запустить бренд? Очень сложно сравнить, потому что Россия в этом области тоже очень молодая сцена в мировом арене. Очень молодая и очень маленькая. Хотя я посмотрел позже вчера, в Москве есть где-то 200 отелей, фабрики, которые ищут одежду. Ну, официально. Только в Москве? Только в Москве, да. Ну, значит, есть некая динамика, есть спрос, есть… это востребовано, то, что делается именно в России. Наши дизайнеры вообще способны задавать какой-то тренд в модной индустрии? Ну, по нынешним временам, особенно, будет большой такой челлендж сформировать, ну, новая сцена в модной индустрии в России. Конечно. Способны? Способны. Просто очень важно иметь в виду, что тенденции, законы делать экономию, то есть делать деньги. В этом сезоне я угощаю своих гостей русскими блюдами и пытаюсь их удивить. Константин, ты любишь русскую кухню? Что ты любишь из русской кухни? Как же? Я в русской кухне живу уже больше 20 лет, так что, ну, как? Какие-то любимые блюда у тебя есть? Я всеядный и очень казмополитный. Сейчас проверим. Да, да, да. Хорошо. Хорошо. Я предлагаю надеть тебе маску. Надеть маску? Да, чтобы ты не видел это блюдо. Давай, аккуратненько. Хорошо. Надевай. Давай. Маска. Так, супер. Все, тебе ничего не видно? Ой, я в самолет. Только не засыпай, пожалуйста, раньше времени. Так, давай руку, держи. Руку, держим. Я ничего не вижу, честно. Я, да, да, держи. Так, и держи. Тепленько. Держи ложку. Ложку. Это ложка. Это ложка. И это блюдо. Это блюдо. Да, давай. Так. Давай, давай, это чуть-чуть. Это не суп. Так. Что это? Это каша. Ты знаешь, какая это каша? Так, подожди. Я смотрю, она тебе понравилась. Каша, конечно. Но вообще она каша. Нет? Нет. А какая она по ощущениям, вот когда ты кладешь в рот? Ну, более такой, не жидкая. Так. Тебе нравится она? Конечно. Но ты первый раз такое ешь? Частые, нет, конечно, нет, частые завтраки, особенно когда с друзьями. Можно открыть глаза? Да, 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 открывай, смотри. Легко. Так. Ты не знаешь, что это за каша? Ну, каша. Это манная каша. Манная каша. Манная каша. Это традиционная. Такого в Греции нет, да? Есть. Не распространенный, но есть. А ты знаешь, что это такой традиционный завтрак у нас в детских садах? И люди не очень... Я не был в детском саду здесь. Да. И дети не очень любят эту кашу. Многие ее не любят, особенно в ней очень часто попадаются комочки, и люди потом всю жизнь ее просто с содроганием вспоминают, что, о, боже, какая ужасная мерзкая каша. Ну... Ну, тебе понравилось? Ну, кашу, смотри, надо быть креативным в жизни. Кашу можно всегда чем-то украшать. Можно орех, орешками, ягодами, и будет вообще... А в Греции вообще часто едят каши? Это не так распространенный, потому что это больше считается завтрак холодных стран, мне кажется. Ну, то есть как раз наши страны. Ну, вот так. Константин, ты занимаешься развитием компании «Боска» и «Дичи Ленджи», правильно? Начну. Расскажи своими словами, что это значит. Моя работа, моя должность, моя забота. Я бы сказал, прежде всего, это найти, наверное, план «Б» для тех брендов, которые могут не вернуться в Россию, к нам на рынок. Мы оставляем эту опцию как самую последнюю, конечно. А подготовиться к альтернативе – это поиск правильных проектов. Мы можем играть, мы можем так баловаться красотой моды. Но экономическая эффективность – это очень важно. Мода – это индустрия. Имеет определенные экономические показатели, имеет ответственность перед всеми своими сотрудниками, партнерами. То есть развитие – это не игра. Развитие – это глубоко задуманный бизнес-подход. Константина, какие альтернативы рассматривает вообще «Боска» на сегодняшний день? То есть это другие страны или… Альтернатива – это не искать другого. Альтернатива – это с тем человеком, компанией, партнером, который ты знаешь, пытаться извлечь то, что можно делать вместе. Например, компания «Эрмана Шервино». Это очень дорогостоящий, люксовый, настоящий люксовый мировой бренд. Для России решили на два ближайшие сезона сделать специальную коллекцию, который не превышает границы цены, лимит товара, который Европейский Союз разрешает продавать в Россию. А у России вообще, как думаешь, есть такая возможность, чтобы через какой-то промежуток времени наши российские дизайнеры могли закрывать потребности рынка всего или нет? Есть возможности, конечно. Ну, я вижу по торговым центрам, ну, здесь можно назвать такие сетевые магазины, конечно. Ну, как, ну, очень известные всем, 12 Stories. Прекрасно. Ну, ребята, вот они ловили вону в моменте закрытия времени или постоянно, не знаю, закрытия двери группы Zara и H&M, и просто вся публика перешла к ним. Мы смотрим пример проекта в авиапарке, российский дизайнер, в Триндайленд. Вот там просто битко в народу, все в поисках чего-то нового, эксклюзивно, персонализированы и сделаны в России. То есть уход масс-маркет в России призывает к заполнению этого нища со стороны преимущественно российских брендов. Люксовые бренды или премиальных брендов, чтобы люксом сказали, что невозможно. Я уже говорил, что невозможно просто клонировать, повторить Шанель, Диор и Прата. Вот это труд... Но та же Ахмадулина, например, она не может считаться люксом? Да, да. И эти бренды, которые пока являются довольно, ну, конфиденциальны среди своих клиентов, которые шьют в основном на заказ, сумели, например, тиражироваться. И очень успешно. Ахмадулина Дриндс, линия, она присутствует во много торговых центрах и очень успешно работает больше 10 лет, если... Это там Ульяна Сергеенко. И Ульяна Сергеенко, которая, ну, декларировала себя русской традицией, которая завоюет мир, прекрасный бренд, прекрасный подход. Ульяна Сергеенко имеет определенные... Очень хорошие определенные нищи. Это русские традиции, скажем так. И, конечно, все то, что делается на базе ателье, как, ну, много перечислить, можно перечислить много российских брендов, как и тот самый Чапурин, и Расковалова, и Эстер Аблер, и Янина, конечно. И, ну, список будет очень длинный. Вот кого забыл, ну, дополим потом. Конечно, все эти бренды, которые перечислил, и много другие, которые ищут и готовят свои коллекции в условия ручной работы, в собственном ателье под заказы, они удовлетворяют потребности как раз люкса на базе персонального, очень персонализированного даже спроса. Это те клиенты, которые стремятся к эксклюзивным изделиям, сделать для себя. Да, это люкс, потому что это выбор, и это персонализация. Ну, как таково, вот эти проекты, пока, всех российских домов мода остаются, и это неизбежно остаются, ну, на довольно конфиденциальном уровне. Можно из этого делать люкс, замену бутикадер, ну, невозможно. Можно удовлетворить вот эту нишу клиентов, которые эксклюзивные и элитные. Россияне всегда показывали завидную покупательскую способность в премиум-сегменте. Так, в 2021 году иностранные люксовые марки получили рекордную выручку в России. Один только бренд Шанель продал у нас одежды и аксессуаров на 18,5 миллиардов рублей. Следом за ним идет Диор. Этот бренд заработал в России порядка 8 миллиардов. Ювелирный гигант Булгари за год увеличил выручку в 2,5 раза, до 4 миллиардов рублей. А итальянский бренд Дольче и Габана даже создал в 2021 году специальную коллекцию только для нашей страны. Хотелось бы немного поговорить о личном. Константин, расскажи чуть больше о своей второй половинке. У тебя есть русская жена, Ольга. Да. Как ты с ней познакомился? С Ольгой познакомился давно-давно. Но, кстати, в Смоленском пассаже, в магазин продуктов, продуктов магазин, минус один, покупала продукты. Я решил, я не знаю почему, я решил купить яцинт и ей... подарить вот это яцинт, собственно. И, конечно, послала, сказала, слушай, я что-то пришел там. Что-то такое странное, как бы не наш. Еще... Вообще, чтобы ты знаешь, я замуж. Ну, все равно... В контакт. Все равно контакт. И, ну, прошли годы, прошло общение. Возникло взаимопротяжение. И вот, и мы... Мы остались вместе. Ольга стала свободной. После того, в 12-м году мы женились на Красной площади, по традиции, вот как вот хотела Ольга, чтобы было прямо вот как правило. Французский писатель Бекбедер говорил о том, что русские женщины, они очень властные. И поэтому им не дают визы. А как бы ты вообще охарактеризовал русских женщин? Ну, Бекбедер не знает, что все консулы и Франция, и Италия очень любят русские женщины и пытаются охотно помочь, не отказать визы для русских. Властный да. Властный да. Вот эта власть, мне кажется, переводится больше в умение быть дипломатом. В этом очень гибко, умно и дипломатично вписывается русская женщина. А скажи, что твой мужчина главный, а получи то, что надо. Я знаю, что ты очень часто ходишь на мероприятия светские, где мы с тобой встречаемся, в общем-то. Ну, а как? Это часть жизни, вот это часть того, что запольняет, делает вот эта динамика, очень динамично, вот то, что делает очень-очень динамично московская жизнь. Вот эта насыщенность. А вот если, например, приедет твой друг из-за границы, есть у тебя какие-то места, куда бы ты его обязательно отвел, вот чтобы удивить? Удивить? Ну, кроме парка Заряди и прекрасные монастыри и прочее. Ну, достопримечательности – да. Ночные заведения, я уже перестал ходить, есть ли они еще, я не знаю. А московская жизнь стала украшаться всякими ресторанами. Прекрасно, удивительно. И они красивые, динамичные, быстроразвивающие, потому что они являются экономически, но стремятся, как минимум, к экономической эффективности. Где есть деньги, есть удовольствие. И, наверное, наоборот. То есть, те очень талантливые и профессиональные рестораторы, которые сейчас создают невероятное количество новых проектов, они являются как раз и точкой протяжения города Москвы. не только вокруг патриарших или на крыше центра, но немного повсюду. Это приятно, что креатив в тарелке стал и такой experience, незабываемый опыт в пространстве. что рестораны являются, конечно, точкой протяжения Москвы сегодня. У меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты можешь отвечать либо коротко, либо развернуто, как тебе будет комфортнее. Итак, главный стереотип России. Ох, главный стереотип России. Были много в 90-х и в нулевых. Сегодня, я думаю, что нету такой, потому что Россия стала уже очень интегрирована в всемирной культуре, экономии и жизни. Так что нет больше стереотипов. Больше стереотипов. Что для тебя патриотизм? Мне кажется, что главный, то, что составляющий патриотизм, это не просто, как бы есть такие общие слова, любить свою страну. Конечно, а как любить? Ну, активное участие в этом к благополучию, к развитию своей страны. Созидать так, чтобы в своем области, каждый, чтобы свое созидание, свой труд, свои действия помогли, ну, несли в свою капельку, чтобы помогли страну двигаться вперед и развиваться, чтобы было благополучие. Три главных качества русской души? Давай три. Да. Три. Первое. Русская душа хлебосольна. Так. Однозначно. Второе. Православна. Так. Искренне. Искренне. Если говорим о душе. Спасибо тебе за сегодняшний искренний, такой классный разговор. Здорово. Спасибо, Мария. Спасибо. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ждите новые выпуски и помните, хорошо там, где мы есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова